Девчонки, всем привет! Сегодня хочу снять видео обзор моих средств для умывания. Продолжая тему умывалок для лица. Значит, что будет в этом обзоре? Это умывалка от Биодерма, Себиум, из серии для жирной и проблемной кожи. Значит, будет умывалка Лерош Позе, Эфеклар, и будет умывалка от Эмги Формулейшн. Тоже для жирной и очень жирной кожи. Так что, если у вас такая кожа, вам интересно, оставайтесь со мной. Значит, первое, что я хочу сказать по порядку. Значит, вот это вот у меня уже практически закончилось. Значит, это моя первая умывалка вообще из аптечной косметики. Что я могу сказать? Что она, значит, по цене, вот это вот, если брать цены, за которые можно купить, это будет стоить где-то 170 гривен, это будет стоить где-то 130 гривен, а вот это вот будет где-то 220 примерно. Значит, первая умывалка Биодерма. Значит, это производство Франции. Я ей пользуюсь, она очень экономичная, пользуюсь примерно ею больше, чем год. Ну, как бы, она достаточно долго не заканчивается. Ну, значит, пенится она неплохо, особенно на губке. Макияж смывается с первого раза. Она очень мягкая, у нее приятный запах. Я бы даже сказала, что запахом... Да, запах есть, ну, запах приятный, мне нравится. Значит, кожу она мне не сушит вообще, ни зимой, ни летом, вообще не сушит. Значит, у нее удобный дозатор. Можно как сделать полное жатие, то есть достаточно будет для умывания, или полное, чтобы смыть такой сильный, такой многослойный мейкап. Значит, на воспаление она, в принципе, влияет. Она уменьшает количество воспаления. Ну, не так, что это как бы вы купируете эту умывалку, умываетесь, и все, у вас уже там прыщики прошли. То есть, она мне нравится. Второй раз я ее куплю, но чуть-чуть попозже. Она мне понравилась. Она подходит хорошо для жирной, проблемной кожи. То есть, как бы не сушит, на воспаление влияет, и очищает хорошо. Все, что нужно в умывалке. В общем, и цена у нее нормальная. Так, следующая умывалка, это будет вот такая вот. Это умывалка от MD Formulation. Это производство США. Здесь объем был 200 мл, здесь уже 250. Значит, эта умывалка подсушивает, шеушивает верхний слой кожи. То есть, с ней может шеушиться кожа, тогда, когда вы этого совсем не ожидаете. Смывает макияж. Она чуть-чуть хуже, чем предыдущий. То есть, необходимо больше средства потратить. Хотя, на губке она тоже пенится неплохо. Но она как-то, просто в ней меньше пены у этого средства. Значит, запах у нее также приятный. Жидкость прозрачная здесь. У меня есть отдельный обзор подробный на вот это вот средство. Если вам интересно, я оставлю ссылочку на это видео внизу. Значит, у нее большой минус – это ее цена. Если бы она стоила по цене так же, как и мои другие умывалки, я бы, возможно, на нее меньше жаловалась. Так как она стоит дороже, то есть, я от нее требую большего. И тем более, это профессиональная косметика. То есть, как бы, она должна как-то о себе, что-то у нее должно быть лучше, чем у другой косметики. Значит, единственное, что мне в ней нравится – удобный этот дизайн. Здесь вот очень удобно уже свой спонжик для умывания. Он здесь так устойчиво лежит. На воспаление она никак не влияет. Она влияет только на отшелушивание кожи. Она с кислотами. Вот. Ну, как бы, скорее всего, что второй раз я ее не куплю. Вот. Так, и последняя умывалка – это вот такая вот от Le Roche-Posay. Значит, здесь объем 200 мл. Это тоже производство Франция. Значит, она прозрачного цвета. Тоже предназначена для жирной и проблемной кожи. У нее она прозрачного цвета. У нее вот такой вот тюбик уже. Здесь вот. Да, она прозрачная. У нее очень-очень приятный запах, как у всей серии Efeclar. Мне он очень нравится. Значит, смывает косметику она хорошо. Мне кажется, что у таких вот срез, которые вот так вот выливаются, расход больше, нежели у таких, у которых есть дозатор. Поэтому она расходится, мне кажется, немножечко быстрее, нежели Биодерма. Я ей пользуюсь только в недавнее время. Ну, как бы, уже у меня сложилось впечатление. Значит, она не сушит мою кожу. Она на воспаление влияет. То есть, они быстрее с ней проходят. Есть какой-то эффект. Также хорошо смывает она косметику. И очень приятно. Пенится хорошо. В общем, ну, единственное, что мне не очень нравится, когда вот так вот есть... Ну, мне нравится, когда больше с дозатором. Значит, про запах я уже сказала. В общем-то, вот такой вот был обзор. Вроде бы, я все сказала, что хотелось. Записала себе списочек, потому что все время все забываю сказать. Вот. Из всех умывалок я могу сказать, что, скорее всего, что мне больше всего понравилось вот это вот. За ней будет идти La Roche-Posay. А потом вот это вот на третьем месте будет. Вот. Надеюсь, это вам было полезно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok